доброе утро всем тем кто только проснулся мы следим дальше за бтс дота 2 про серии с регион юго-восточная азия вторая карта матча бум и спорс и си эр для команды си эр этот турнир уже завершён независимо от результата этого матча они не смогут пройти в стадию плей-офф у бум и спорс продолжается борьба за плей-офф они даже могут теоретически бороться из-за венера но для этого нужно побеждать и в этом матче и в следующем матче будут они играть завтра против команды гиг вам смотрим дальше доту лекс и форс по-прежнему на связи уже 12 игровой день подряд и мы не собираемся останавливаться дальше плей-офф там еще будет три дня получается мощных игр в общем то уже с лучшими командами без игр которые не имеют значения но в общем имеет не имеет значение серы не рофли нет такого ощущения хотя есть ощущение что ребята особо не общаются особо там нет человека который коллет два потенциально спирит весла на прошлой карте мы увидели от сер в какой-то момент уже распред купил себе и vitality booster и урну но апать это все спирит весел не рискнул добавно было наблюдать за этим так что серы играют понятно одной рукой в то время как бум и спортс максимально серьезно понимая насколько вам важна победа и в этом матче и потенциально в следующем а бум и спортс играют двумя руками и еще и ногой иногда помогает наверное ну похоже похоже на то отчитывая предыдущую карту так так и было форсаж так все и происходило так ну что что интересно пугна сайлансер бисмастер бисмастер понятно это сразу лайк от форсажа это мой персональный лайк пугна сайлансер сайлансер я просто герой простой и без мастер ну не знаю настолько ли он прям простой в отличие от кого-нибудь кентавра мне кажется какой-то кентавру полегче будет чем бисмастер если узнаешь сравнивать для я не говорю про профессионально сцена говорят просто вот вот ты заходишь под какой-нибудь напиток когда вкусный вечерком в пятницу ты без мастера заходишь пикать кабанами что-то там контролить не крайми доминатором потенциально или взять кентавр и просто станет стомпи даже если я захожу под вкусный напиток в пятницу вечером я пуджа захочу а нет вот как бы да на любую позицию при этом знаешь вообще все равно да ну да ладно хорошо но снег у бисмастера бисмастера геймплей очень простой я вот к чему клоню у него вполне четкая прямолинейная задача вот знаешь вот где сложнее в армии или в университете например вот вот где сложнее вот кто-то скажет что в университете наверное сложнее да или там наоборот очень кто-то скажет что в армии трудно вот там режим дня порядок там все надо вот где по струнке ходить все нужно делать очень четко а кто-то скажет блин в университете труднее там что надо думать какие-то контрольные решать на пара на какие-то ходить а в армии те сказали вот у тебя вот у тебя задача все вот это и делай и все и у бисмастера примерно также вот себе конкретная задача приходишь на линию по максимуму кэсишься то есть по максимуму добиваешь крипов чужих своих ну так про любого персонажа да можно сказать просто например для того чтобы нечто подобное делать на кентавре там нужно иногда реталиейт за макс а иногда дабл лэдж там прокачать 2 например да и там уже такие вариации есть и вот и потом по игре тоже у тебя задача вполне очевидная вполне конкретная рассылаешь птиц играешь на сложный сломал вышку и просто фармишь там кемпы вообще ничего тебе вообще не волнует что там происходит на карте просто периодически мид можно стягиваться конечно бывают такие ситуации когда у тебя сайдлиния и мид проиграны и выиграно только сложно и тогда конечно надо там импровизировать и бисмастером куда-то может даже на легкую телепортироваться где-то там рором помочь но как правило ты вообще концентрируешься только на своей линии играешь только на харде пытаешься по максимуму давить стягивать туда героев и даже если к тебе приходит четыре человека тебя убивают когда ты на бисмастер играешь это как правило про как правило для твоей команды выгодно потому что ты туда опять придешь и опять будешь фармить а для того чтобы тебя выгнать снова нужно там какие-то смолки нажимать потому что там птицами все завесил на тебя просто так не зайти вот так что бисмастер очень хороший простой эффективный герой сколько игр сыграл даже если ты приходишь на линию и проигрываешь там отдаешь там двух кабанов каких-нибудь по кс тоже проседаешь потом просто получаешь шестой некра там на восьмой или на десятой минуте проигрывал на онлайн а просто выгоняешь кэрри почти любого за редким исключением от нага наверно только ее не выгнать и очень сильные иллюзии со старта вот apple а вообще без проблем можно выгнать там террор блейда тоже можно вы нормальный хороший персонаж играть можно вот тут он будет в комбинации с пугной стоять пугной это отличный персонаж четвертой позиции сейчас крайне популярный дк ласт пиком в мид и получается что у нас что на через профит тройка эмбер мид эмбер мид эмбер мид и фейдет на фантом лансере пойдет против бисмастера считается что фантом лансер против бисмастера очень хороший герой лично мне кажется что это не так он неплох поскольку фантом лансер сам по себе персонаж такой почти универсальный если ты слишком сильно линию не проиграешь плом то тебе по игре относительно комфортно почти против всего играть если у тебя команда нормальный адекватный нормальный адекватный драфт в остальных аспектах на поле можно играть почти против чего угодно против лишь рака и против эмбера и против свена и против какого-то джаггера с бфом но у всего есть предел конечно если у тебя один диффуз а у джаггера там бф мьолнир башер и еще аганим какой-нибудь то ну да наверное тяжеловат понятно пределах разумного при прочих равных условиях фантом лансер он хорош против почти всего вот и дела значит морфлинг плюс сайлансер не совсем понятно почему сайлансера выбрали бум и в качестве персонажа который будет саппортить морфу это герой который не может достаточно хорошо бы беседить особенно учитывая специфику хардера сейчас вот у команды сер это не через профит на через профит он этого сайлансера вообще не ощущает он просто должен выгнать спинками без каких-либо трудностей какой-то винрейт на бестмастере слабенький 58 57 это чё такое чуть больше 50 процентов непорядок непорядок берет кстати хедреску на первые деньги значит а и у него еще танка расшарена сразу топор это кстати совсем не обязательно то есть хедреску себе можно доносить вообще без проблем взять побольше то но можно и танка донести в общем без разницы у пугны базила у сайлансера базила из любопытного то есть кто из них ну хайд по-моему играет на четверку пугна позиция 4 сайлансер позиция 5 здесь и кстати говоря нередко пугному чтобы несколько игры видели да и не только в этом регионе я и в европке наблюдал прокачивает на уровне 1 nether ward ставится где-то лесу и в итоге вообще не кайф стоишь с региона минус один а то тут даже не в регионе дело посмотри он дамажит за ману то есть короче он дамажит столько же сколько стоит твой скилл по мане и вот приходит какой-нибудь лич дает новый у него пол лица отрывается потому что у него нового стоит там по моему под сотню или что-то что-то типа того я сейчас даже включу лича там посмотрю сколько у него нового стоит 115 маны ну ты просто ставишь варте не надо не ты понимаешь что это такой урон который тебе не нужно даже проживать варс стоит 80 маны во первых просто его поставил он работает постоянно там скиллы кто-то кастует его в него постоянно влетает в ответ дома это очень удобно поэтому да как правило пугна качает nether ward на первом уровне а вот но здесь у нас оракал будет на линии оракла и оракла тоже дорогие скиллы и он не особо не сможет харассить у него же какая комбинация накинуть третью накинуть первую чтобы с дисплей скилл и вот за два этих скилла он тебе нанесет в общей сумме где-то там 150 урона после сопротивления после просчета сопротивления а это немало а вот пуган уже с вардом сейчас куда-нибудь в лесочек его туда воткнуть классическая позиция на самом деле игроки уже должны понимать этот вард искать надо деревья ломать что в эту фейду потихонечку будет делать топорик у него есть со старта дать и кстати 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 морфт оказывается в виде а дк оказывается на легкой линии против уриона отличная остановка лайнов я считаю от бумов ставлю пятерку такой расстановки лайнов дк тут вообще можно даже не трогать на самом деле сайлансер может опять фокусироваться на пулах исключительно всю экспу оставить драгон найту как это было на предыдущей карте когда кискьюд играл на оракле он тоже весь фарм там оставлял эмбер спириту а сам чисто пулил и эмберу было не нужно абсолютно какая помощь вот только сахая нужно поаккуратнее потому что с прогиба могут бросить и видишь сразу половину хп потерял кискьюд немножечко тени подхарасит единственное как игроки команды серы могут захватить преимущество здесь это вот сайлансера убить то что дк ему бить будет невероятно трудно его и прохарасить трудно опять бросок ну импакта от этого мало конечно это от таких приколов тени и обидно то что если ты на тени попытаешься куда-то уйти например на легкую линию будешь там пытаться помочь то вот 2x1 бумы смогут против нитерс профита хорошо стоять если сайлансер выйдет начнет его зонить а дк ему поможет немножечко то у нитерс профита будут проблемы то есть отсюда и уйти нельзя и особо импакта тут тоже как бы не сделать получается ахайо кэри вражеского не напрячь получает курсу дает тос курсу настакивает получает стан есть еще задувка при этом и так он умирает да это еще и фразблат это идеально получается все тильт я бы байбэкнулся сейчас если нет ему нет но он должен должен кликнуть что не хватает ну не байбэк ради а что типа не хватает там денег на байбэк да поняли в общем я когда вижу эти пики думаю слава богу тянет денег на байбэк господи осуждаю на всякий случай так морфлинг четвертый уровень перекачка собственно в 2 уже тащит себе фласку добивает ранжовых крипов адептив страйками все все четко все четко все красиво а без мастер качается в боте будет супер быстро доминатор делать тоже очень хороший предмет для этого персонажа мне как-то больше нравится вас некра на бесте если честно я как-то уже знаешь отвык от доминатора что раньше тоже постоянно доминатор покупал он круто что из хедрески собирается да то есть это по минимуму тратишь ресурсов смотри может быть ах я сможет убить часа ластера в этот раз получается вышел с прокастом и хорошо все вышло много урона выдал и ударов сделал он с ботинком конце концов очень быстрый и целый оказался в этот раз не выгодна позиция отлично и единственное как бум и могут вот не то чтобы эту подлинию проиграть нельзя ее можно подслить так на что тут вот просто так плохо все сделать так сделать так что у фуриона что-то ну будет больше чем должно быть это если сайлансер будет подставляться вот такими вот образом а в остальном тут очень тяжело придумать что-то конкретное на фейд это в боте нападает вот видишь у него уже проблемы поэтому я и говорю что фантом лансер против беста это ну не самый хороший герой хотите взять какого-то хардкерри иллюзиониста возьмите т.б. т.б. лучше против беста потому что он дает рефлекшен и получает ауру потому что он ему легче уйти в лес он раньше может это сделать его проще фокусить кабанов чем по его тут грамотная игра и бума вот убивают фантом лансер до фантом лансер по крипам конечно работает хорошо 21 крип у него но это это вышка упадет вот ну ладно не после пятыми ну короче к десятой минуте эта вышка упадет сто процентов что уж бухтеть форс ну да упадет ничего не поел если пл фарме то ладно нормально я на самом деле думал что у него тут еще все хуже может быть муши как-то под вардом на удивление нормально держится он и спаме способностями хоть ему больновато постоянно но в целом пока терпимо пока играть можно я смотрю по всем линиям никакой катастрофы не происходит единственное наверное окей на центре много днаев у морфлинга и эмбер по уровне проседает немножко есть разница там полуровня точно да башню упадет ну слушай наверно при большинство героев бестмастер готов башню забирать и уничтожать на линии персонажи особенно когда тут пуганый и оракал такой саппорт ну вообще не но есть герои которые нормально терпят против бестмастера это просто агрессивные должны быть линии вот например кот лейбер линия она протерпит вот или нага какая-то тоже она может протерпеть террар блейд повторюсь тоже очень хорош против бестмастера он по игре потом просто намного лучше чем фантом лансер как мне кажется там наверняка можно еще знаешь кто вот блин я все хотел потестить это в мм и клинкс очень круто против бестмастера то что он жрет кабанов первом с полом со ну там ул даун извини на чтобы сожрать по-моему просто огромнейший ну огромнейший но сдержка вона раз полторы минуты это лучше чем тогда тогда можно дума взять поставить там три на три ну ладно кстати билот без рофлов можно сейчас говорю такая дота что можно и дума взять на кэри бери покупая гони на нем по хай это снизу оказался с транквилами быстрый руну правда забирают таки пуганы каким-то образом но есть фраг для тени приятненько глядишь там и блинк потихонечку будет вырисовываться выходит ахая на мид но то тяжелее им будут найти возможность атаковать микота потому что есть фарт партми кота все видит а и за спиной селсер который что готов и контратаковать может быть даже какой-то байт сейчас будет на этого морфа и попытаются убить и не не стоит ждет ждет не дождался было пока что оставили одного оракал идет делать отводы чё допил гангеры побежал на зарвард не дает хайд уничтожить декрит на него изи и он все рулетает вниз он получается драгонает говорит иди гуляй дружище у меня все ок у меня даже пассивка в один но я стою приз fire в 3 пеньков уничтожают обычно это не очень хорошо не очень ты хочешь на саппорте уходить вот так поскольку ты в топе получаешь свободный экспу а вот ты сейчас пришел вот на сайланс и черт его знает что тут будет происходить а я стики нажал но не хватает еще один удар долетел таки враг для часа до пугны конечно чест профитом курьеру параллельно ну надо возвращаться на линию на чест профиту то нет смысла здесь оставаться сайлансер умирает от рук фантом лансером разменялись на чест профит немножко попушил правда к сожалению на чест профит может телепортироваться дважды был бы это любой другой герой позиции 3 драгонает бы сейчас за такое бы наказал ну в общем поэтому телепорта было создан эмбер получил боттл с обужиной три заряда ну давайте наверное на творца прыгнем здесь все для сер пока складывается удачно нормально у них все не считают центра где эмбер опять проиграл 2 200 против 2 600 у морфлинга но начис профит зато в шоколаде 49 крипов блайтстоун пт spirit vessel будет очень быстрый так что в целом все на уровне все нормально сайлансер вот после бота приходит обратно в топ задивардил и и будет стакать кажется вот у него снова будут с экспой проблемы плохо попытается еще и руну проконтролить у эмбер спирита вотл руна спавнится в боте и подбирает хайт на пугне может попытаться поднапрячь немножечко сейчас поэла но вот пл вроде как видишь по xp впереди возможно из-за того что муж и чуть меньше экспы у него состилил или не погоди у мужа там вообще ну а ты а ты бухтел ну где твоя минус башня ну что ты бухтел ну правда фурион если будет ультовать и периодически приходить наверно тут все будет плюс-минус адекватно сейчас уже потихоньку начинается пушка вот фурион приходит так а тут помощь какая-то будет коррор так хает живет много вся внимания стягивает . все оправдание на все есть но ничего до 4 то он вернется назад через секунду хотя улетели порты все полдавни ладно но они могут сами пушить таком случае тот сейчас вышка упадет могут пушить правда недолго скорее всего глифа нет отманивают крипов немножечко медведем здесь хорошо ладно посмотрим пройдет еще минут 10 ты поймешь есть хорошо конечно круто говорить сер ничего не влияет и вообще до плевать но пока за шага трусой игре увидишь когда без мастера пить хорошо ты мне пытаешься просто продать без мастера знаешь хороший герой форс бесспорно як я говорю это я говорю о том что если даже я до без мастере выигрываю наверное это хороший герой все таки так десятая минута что у нас интересного аванпосты 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 должны поменять бенур бежит в топ но тут дк он не должен позволить ему захватить пельчик гонит его рор через пять секунд надо отходить опасно было здесь оставаться успевает темберу лететь руна в итоге за контроль как-то фури он сможет защитить он пока пытается сам играть агрессивно спушить вышку в топе но по идее надо как-то вот по возможности если есть такая возможность задевать как-то вот сейчас там поедет катапульта может телепортироваться вызвать пеньков слить катапульту хотя бы чтобы это вышка не упала но уж слишком быстро то что если катапульту не слить я думаю что кобзе тут быстренько с ней разберется но там атака на центр от бумов они так же с катапульти толкают и фуриону просто не разорваться то есть ему надо вроде как и мид дефать пытаться помогать и боте тоже бестмастера отпушивать но пока в миде вроде без фуриона так а пусть хенечис профит пушит хотя бы размину хоть какой-то есть ли шанс произвести надо смотреть правда может быть ты и правда наверное не стоило вышка в топе а погоди погоди вышка в топе во первых не упала да не успеет тут не хватало плюсов не хватало еще одного героя ну пол не мог хотя может быть и мог переместиться другая страна без мастера бы дал окна пуш что 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 ясно ясно ну да это это реально решила почему башню так и стоит а пульта очень больно бьет по башню смог от команды cr вот морфлин как раз тот герой который сможет и в соло выиграть есть мне ощущение такой микот и все круто и и думаю что его убьют здесь перекачка использована уровень десятый не 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 ребят как-нибудь другой раз а вот снизу проблемы у эмбера его убивают через стандра геннайта через рор по кабана доминатор у него ремнант активен у него вроде и писты в тройку то есть там вернуться можно как-то словил скиллы непонятно я в этот момент в топ смотрел как там марфа пытаются загрызть момент конечно странненький такой странненький муж и 6 уровня сейчас посмотрят по фоткой перед парни вы давайте выпущите вышка я фоткаю приходит на через профит и говорит так фоткать не будем сейчас будем дефать и вроде как и дефают даже ну как сказать оракл ладно оракл с ультиматом на 4 здесь все в порядке у него будет морфинг рит парни оформлю дальше давайте там четвером играйте в общем то пока эта стратегия работает учитывая что тебя драгонает без мастер пугно сайлансер ладно герой такой надо быть ему поаккуратнее в остальном три героя очень боевых драгонает при этом невероятно жирный 1700 хп что-то blade какой-то куба и пока стоит ровно блинк такого драгонайта я уважаю что до блэйдом с дамагом со скоростью атаки который будет потенциально крайне опасным я надеюсь он передумает купил блинк и pipe все в тюльфис ну ладно я шучу конечно без мастер есть для pipe pipe здесь очень будет полезен под тут и правда полезен конце концов да это драгонайд кэри это не драгонай 3 не драгонай 2 здесь нужен урон от него она у морфлинга может не хватить у морфлинга пушка будет в общем того же оракла можно очень быстро будут убивать вроде как кто-то скажет но не уже фейт-эдикт но шанс успеешь его закинуть он крайне мало там орф мгновенно все кастуют как правило морфу выкатывается откуда-нибудь из но увижу на на волне и просто тебя сразу же в упор расстреливает ты там касту не кастуя все равно тебе достанется немного внимания на себя в bz пока что будете стягивать про фармливый теншентов не дает здесь нормально качаться upl топе в итоге старается играть отстает на 500 золота от морпа и на 200 300 золота от драгонай то все-таки фармит фантом лансард чуть-чуть побыстрее чем товарищ драгонай то по крайней мере пока у драгонай то нет 12 уровня там на двенадцатом уровне появляется сплэш атака на драконе и каких-то эншентов вообще без труда до дк будет фармить смоуки выходит с ер что по спирит в селе есть у нас через профита но не заряжен надо бы его как-то сейчас зарядить и вот в топе как раз отличная возможность это сделать кискют видит дает силы но это первые два заряда для вечер с профита отлично сейчас с этими зарядами можно будет дк пытаться убить весель здесь хорошего многих аспектах первый это отсутствие нормального регена у дк и второе это возможность подрезать хил у пугны которым так этот персонаж знаменит вот на своей четвертой позиции поскольку там сейчас когда на очень низко это можешь очень жестко захиливать своего врага два телепорта вот пытаются убить марфа ну и против марфа конечно же еще рор плюс глобал немножечко застакали дизейблы ребята превратиться в тине может нет да превращается в тине накидывает камней и пытается спастись истычейный мимо глобал спас или нет ну перекачка пошла будет жить хотя там еще один весел но уже в драгонай то таки драгонайт получает по лицу а там чтобы пожить чтобы есть отталкивают эмбера дамо тут флэймом никого не жёг флэйм заканчивается и выживает драгонай то морфлинг с большим трудом конечно морфлингу нужно пушку дофармить он там пытался напасть на тине но видите не получилось прям совсем превратился него но больше ничего сделать не смог падает башня драгонайт над спами брейсфайр иллюзии давят ланцер с диффузами будет атака на драгонай то будет атака на драгонай то лайфдрейн и драгонайт прячется там нет видимо весело заряды закончились но вот они снова появляются два заряда снова и драгонайт обороняться тут было тяжело видимо это была ошибка но с другой стороны бисмастер забирает и 2 и суммарно бумы в плюсе определенно едва вот так вот забрать практически бесплатно если драгонай то не отдали вообще было бы круто но драгонайт поверил себя подумав что есть шанс но как видите против диффузов заряды не было зарядов весили нет он подумал что если что его пугна просто захилит но пугну плохую позицию занимал поэтому как только он лайфдрей начал кастовать там вылетели ему тоже по башке настучали и особо там дальше было хп не залить уже может чуть получше бы стоял дк чуть получше стоял бы пугнуть все получилось предметы следующего тира начинает потихонечку выпадать после 15 минут и смог активируется вроде бы как это видел ахая потому что это было на варзе но тут видимо даже не в том идея чтобы как-то хитро напасть кого-то убить а просто чтобы отдыхать топ вышка сейчас вместе бегут топ фбз и кискют ну естественно если удастся кого-то поймать это будет только в плюс для бумов вызывается еще птичка сейчас посмотреть бестмастер дальше у нас после пайпа пайпа кстати говоря не купил еще он купил себе медальку а эмбер купил у нас blade mail blade mail хорошая штука против драфта пейн кой какого каких пейн блин и просто логотип на пейн похож а пинге издалека беда с башкой называется в 8 утра ну реально похож 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 там тоже волк какой-то нарисован да опа какие чины посмотрите как эмбер врывается успевает сэмбер глобал попытка нажать телепорт успеет ли уйти сайлансер орна эмбера драгонайта убивают больно эмбер нажимает бм есть тики но бард убил бард убил он на ремонт хотел полететь он не долетел забавно получилось в итоге пока неплохо пушка долетает микота только в этих перед весел надо что-то делать превращается в эмбера дает фисты и микота умрет диффуза решают такие моменты не может на вайф армии просто уйти морфлингу беляш не 50 секунд в итоге два кора первого позиции в размен на эмбер очень неплохо для как мансер начинает понемножечку набирать и это плохие новости для команды бум хотел сказать снова пейн плохие к плохие новости плохие потому что сейчас фанталансер возьмет манту это будет его пик силы если он начнет играть агрессивно он будет захватывать преимущество вам будет очень 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 сложно так что надо подсобраться с мыслями дк 12 левела есть вторая форма фист мастер вот-вот берет себе пайп у него уже есть денежки на адреску дополнительную ну и там чуть-чуть до пайпа соответственно до рецепта выпадает довольно неплохой предмет для эмбер спирита вроде как но имбер спирит находит предмет получше это дрэганский а кстати говоря дрэгон скейл как раз пл мне кажется лучше взять потому что у него на иллюзиях работает вот это вот горелка которая с дрэганский лом у тебя получается дпс хорошенько так вырастает все люди постоянно бьют кого-то и ты сам тоже кого-то постоянно бьешь хорошая штука ну и бронет дополнительные тоже дает курса пошла птицы не умирают одна птичка выжил остается еще один сент ревард но забирают другую атака на пугну опасно ой не успели пугну быстро убить и конечно можно идти драться да опасно не опасно ребята в меньшинстве орак ланит важная единица в драке дрэгон форму итоге какая получилась вяленькая улетая дремасел на топ там просто с ней по форме хорошенько покачать хотя бы так о еще и философский камень для оракла приятненько уж лучше хотя не на тени ладно наверное не нужно этот философский камень брать там и так уже почти даггер у хайо как-нибудь добьет без философского камня фурион набрал у нас аурных командных предметов взял пайп спирит если конечно не аура но это тоже можно сказать предмет командный который нужен для того чтобы эффективно сражаться с декам орфом и пугной ну а дальше уже будет пытаться какой-то оркит вынести блэйдмейл тоже я вижу у него в квикбая но мне кажется что блэйдмейл он ха он хорош немножечко пораньше таймингу и блэйдмейл когда появляется как же хорош микота надеюсь все не умрет он настолько все круто сделал будет обидно он ворвался пугну своего неодолго спас превратился в тени дал стан в ответ и в итоге тени убили еле там эмбер ушел вся команда оказалась внизу в какой-то момент не считая одного было а вот теперь пугну бут с форстафом поживучие персонаж был продолжает фарм и вот что самое главное сэнш скоро появится телепорт на мид будет атака на драгонайт драгонайт шб там очень много сэнтри сэнтри ставится но на самом деле по-хорошему надо даст тени сэнтри находить против драгонайт а драгонайт глобал есть но мана все еще выжигается очень больно весла работает пайп активирован бисмастер вышел рор нажали пл все равно в погоне ему наплевать убили оракла стан по нужному юниту молодцы тут смогли сориентироваться где настоящий пл правда таки у бисмастера теперь проблемы нужно его будут продавать и уходить может уйти с пруты ставится закрывает проход в итоге бутафейт этот один на сайленсера иллюзии грызут там осмотр параллельно морфлинг ворвался но как-то так себе получилось попытка сделать телепорт морфлинг успевает уйти на базу и разменяли бисмастера на оракла что для сьер неплохо их полностью это устраивает апелла убивать тяжело вообще непонятно пока как с ним бороться бутафейт просто идет и ломает лица ему наплевать на все что происходит на карте никто ему ничего не может сделать пока сниджинд яша все-таки решил взять аниманту это может быть опасно потому что глобал очень сильно может помешать да под сниджинд яша не так долго длится все равно моментально ты его спросить не можешь об этом и прикол сайланса что он ложится тогда когда это нужно команде бум и это может быть крайне невыгодный момент если там потом можете каких-то еще станов на получать и будет не так просто но в принципе это может сработать посмотрим apel то у нас не боится морфа утом если морф купит какой-нибудь диффуз вообще боится может быть сми кота после манты тоже диффуз приобрести чтобы форме пола всех разваливать по-хорошему тут на дк просто нужно бкб взять что пока дремоцелл без блэкинг бара не так долго в драках живет под веселем его тоже достаточно легко можно убить если зафокусить опасный момент нападут на сайлансера скорее всего там морф пытается защитить глобал одна секунда но так так а птичка птички птички нет отсюда уже уходить надо ребят сайлансер без бая да он не может выкупиться глобал нажать резко поэтому прячутся ребята как могут пошли пеньки здесь мастер похоже не уходит конечно лес крутой давайте смотреть отправил его на кабан просто закрыл проход круто да ладно он просто немножко не успел он попал куда надо опоздал на полсекунды будет пист а было опасно рашан тайм очень быстро серые будут его забирать отходят пеньки работает фантом лансер ну и команда бум готова диздраться есть глобал ставится на зервард атака на ораклов эти дикт итоге проказ заходит в пустоту эзерил адептив рор на оракла да вы что глобал и оракла убили оракла мгновенно выкупается и попытка убить эмбера быстро эмбер хватит на него контроля сайланс вот-вот закончится эмбер хватает контроля убивает номер спирита оракл появился но не успел подойти в драку и помочь своему кору проблемы могут быть упугнуть и крепить на себя хайд должен уходить хайд уходит в этот тратит допил на урона давать не по кому драгонайт под шэдоу блейдом но его видно спирит весел дрима селл пытается отойти фортурм сэн залетает дрима селл уже слишком далеко в это прыгает дальше морфлинга имеется прокасты что из ариал адептив снова и он прыгает на бутафе это да немного не хватает алибарда в ответ алибарда что окей и пол отходит еле 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 с трудом там реально не хватило две сотни урона для того чтобы было можно убить было с прокаста с алибарда конечно на эмбер спирити в голос почему-то я еще не видел и не нами на пэле ты имеешь ввиду или на имбире то она имбирь тоже будет алибарда да окей я просто я думал ты про был тоже салибардой эмбер будет салибардой он я разобрал и хочет видимо ман туда брать да вы или что да ну типа зачем тогда вообще сэнджин яшу покупал да вопрос не так типа тоже вам можно сделать и вообще я бы сказал что конкретно в этой игре алибарда на по или не так плохо смотрится топа шб чтобы есть дойдет прорывается морф пэлф эти диктор около то уже без ультимейта превращается морфинг пэлла диффузов там нет он нет поэтому пэл такой на минимал очках выходит а рашар все еще остается появляется д д д у против саду рога к бы сделать обязательно dragon knight он тут как основная такая боевая единица против фантом лансера должен по нему попадать и наносить урон и если там будет или барда не сможет сделать 18 уровень 3 форма пока хочет агоним напали на натерс профита но неужели нет стана эй был что адептив адептив был вот так и там станов в том-то и дело что ни у кого нет кроме морфа у морфа была до пугана была сетка ему сбили обычный скрол нажал телепортейшн после этого пист тени что у нас под зимой колоссовский камень выкладывают пока кокерин чар появился в общем-то да в общем-то да и ты выпали учитывая ситуацию может быть они им еще и пригодятся две алибарды и т.р. готовы к вот необычная игра и необычный билд эмбер спирита сайлансер дофармливает форстаф морфлинг дофармливает манта стайл лист близится к своему блиндагеру dragon knight купить себе вообще огонь паладин сворт выпал больно и конечно же пэлт паладин свор должен себе привести вам брейс у него в рюкзаке фейрик лежит инвентаре основном хорош она все еще остается и и выходят туда бумы не мог что-то не быстро убивают хотя с медальоном скорость увеличивается конечно но никто этого рошана бесплатно не отдаст на топе постоянно пушит на час профит с оркидом спирт весел уровень 18 рошан упал уже на 75 процентов рвается тени отличные валанч убивает быстро должны без мастера мгновенно выкупается а и кис для морфлинга нужно драться сейчас хорошие есть варианты атака на на час профит на час профит есть vision оркид в кулдауне пока драгонайт пытается убежать драгонайт блэки бар поздновато жмет очень много урона уже получил в итоге спруты ставится попытка на же телепорт не факт что успеет не успевает уйти и делает фраг на час профит и бумы пытаются убежать теперь не факт что получится здесь уйти вообще хоть кому-то принимают без мастера есть глобал врывает эти не дальше без мастер получает эзерил какое-то время поживет то сайлансера в итоге life drain от хайда ребята заходят уже под т-3 под т-4 идут недалековато ли life drain but a faded spirit vessel под фонтаном без мастер весел работает все-таки восстановит себе здоровье они смогли здесь умы под т-4 уничтожить противника все живут два минуса в итоге сделано серыми драгонайт умер без мастер выкупился после смерти пл очень опасен ничего и мы не могут сделать ну вот вообще ничего героем force да да смотрю смотрю жду что тут может поменяться манта у морфа манта и упл тоже теперь диффуз он я так понимаю брать отказывается на морфлинге микота не то чтобы это прям обязательно так очень часто делают ему блэкин бар нужен уже скан есть но успевает начать профит улететь там уже атака на центре бис мастер после бая ой долго его не будет 90 секунд принимают и сайлансера уже 7000 перевес и сайлансера также убьют 1410 ситуация тяжелая регонайт вот этот снова позиции кэри снова становится не актуален в какой-то момент игры его не боятся не наносит урон несмотря на его количество брони и регена его легко убить на него вот так вот летят он нажимает пкб и улетает еще минус 1 секунда остается всего 6 вроде казалось бы совсем недавно этот блэкин бар купил 6 секунд осталось и бывает что у тебя 6 секунд но игра закончена уже ты победил этот блэкин бар вообще ничего не дал для того чтобы драки выигрывать оракл мека какой же богач оракл яка транквилы форста в боже вот это у него предметов красиво-красиво этого последний остается снизу плюс к этому оракла еще талант появляется теперь можно выбирать оптимальную позицию в драке мужа убивать не должны первым просто не будут появляться на карте только на каком-то вижу не если там птичка будет висеть как-то выйти в смоуке на оракла убить его на это будет возможно забирает на базе бкб ней через профит и вроде как теперь и с ним справиться трудновато его и так не убивали еще ни разу за карту если что а теперь уж и подавно непонятно как с ним будут справляться драгонайт 3000 золота пока ничего не берет морфлинг с аегисом но пушку эту реализовать толком не получилось очень мало фрагов сделал и кота ну и какая-то невыгодная позиция не совсем понимая что здесь будут стоят ждут выходит начис профит нажимает блэкинг бар подходит регонайт шэдоу блэйди там массовый блэкинг бар и выходит бэл сгрызает быстренько бисмастера бисмастер не может дать ультимейт восстанавливает хайт хоть как-то этого бисмастера сейчас появится мана на рора может быть надо как-то его использовать сайлансера убили байбека нет глобала не увидим рора от бисмастера также не видим но начис профита пора бы уже убить в итоге ультимейт от оракла начис профит тосует его вверх пока ну и слушайте может быть получится убить и начис профит и оракла оракл мека форстафу дримасел уже был уверен что это фраг в итоге не добил развернулся сам ты ж видел что там мека дружище в итоге драгонайт получает нереальный фокус от бэла ману выжигают убивают превращается морфинг сам фантом лансера рорна эмбер спирита эмбер остался без маны эмбера можно убить эмбера убили эмбер покупается на ремнанте возвращается фисты чины то слишком много юнитов принимают без мастера на чинах михота пытается новой формы убежать пугнув форстаф через секунду форстафа и тебя пропадает аэгис прямо в драке и в итоге убивают без мастера ясное дело эмберта вернулся после бая а оракл выжил да но драгонайт ошибся он просто решил сделал вот этот последний удар и развернулся не ожидая мекки грубейшая ошибка в итоге драгонайт с этой поплатился он бы убил бы и в блэкин баре бы успел уйти а так пошел уже до конца и блэкин бар закончился потратил лишние там три секунды из хороших новостей для бумов выкупился эмбер спирит соответственно если они его сейчас шлепнут и его довольно долго не будет на карте и причем не сказать что это как-то трудно устроить да у него стили барда на стат резис но опять-таки напасть к под каким-то смоуком сначала глобал потом рор потом стан дк и там дизейбла будет более чем достаточно чтобы с ним расправиться вот это очень важно сделать в ближайшие наверное минуты 4-5 пока у него еще нет байбека пока он там не нафармил каких-то супер крутых слотов ну а лучше конечно раньше лучше конечно в течение минут-двух вот сейчас как бестмастера заспавнится добрать блинк например на бесте это недолго одного одну две пачки крипов забрать он там уже или бы что-то продал я вот не заметил где-то зафармил там кабаном прибавилась денежка у него топорик нет топорик кстати продавать нельзя на бестмастере потому что его могут закрыть в спруты а его основные топоры могут быть в кд плюс ему могут прожечь ману и если его спрут и запрут то он очень сильно пожалеет что топорик продал морф добрал бкб себе было 2600 хп допл конечно серьезный манта лебарда билд любопытный очень у этого товарища и здоровья много при этом и дизейбла хороший дамаг тоже неплохой и берет талант на топоры кстати весь хороший талант против иллюзионистов но если пл до 25 до качается его особо этими топорами не порежешь он постоянно будет дисплей там же этот баф диспейлиться но получает бестмастер когда-то пары вешает так тут на эмбера да точнее надо к пытались выйти но невидимость равно неуязвимость detection ни у кого не было было очень и в рюкзаке даст момент оказались переложил на 6 секунд слишком долго поздно поздно да ладно игра не закончена бум и сражаются шанс на победу я думаю них неплохой все еще имеется орф раскачивается blacking bark себе купил выход римасел ну shadow blade тут слишком много центре shadow blade не работает dragonite blacking bar надо бы нажать пока пытается просто уйти blacking bar придется нажимать таки глобал есть очень больно начис профит у начис профит по-моему свои силы не рассчитал получилось слишком много урона от морфинга там фул проказ зашел по нему начис профит без бая эмбер над ремнант по замедлением напомню эмбер с байбека эмбера убьют минус эмбер 100 секунд его не будет очень сильно получилось бум и вышли на самом деле никакой серьезной и хитрой стратегии я не увидел бум и просто вышли нашли начис профита успели убить до блэкинг бара нажал он его там когда у него хп-300 осталось но получил слишком много прокаста и вот тебе пожалуйста это это может быть и минус 3 это может быть и минус казармы слишком много времени есть а драгонайт извините форма ну хотя ладно форма вот тут закончится но морф пушит больно морфа много урона активируем глиф дракон пушит больно потому что форма форма закончилась я по это понятно формата закончилась строгой стороны 15 секунд она появится снова окей это похоже минус мид а есть вариант трон пробовать как дух слышали это уже ну ладно нет трон это глупость уже они знают что рошана может скоро появится рора оракла так ну нет 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 там был очень сильно мешает драгонайт врывается нажимает блэкинг бара по-моему еще заиграются ребята не 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 это 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 фигня что сейчас делают можно так марпа теперь надо сэйвить это полная фигня что вы делаете таки живет морф перекачался но с таким трудом уже казалось то сейчас марфа и драгонайта здесь убьют правда драгонайту все равно не проще декрип на него вешают а лебарду дали надо продавать драгонайта мрёт уже придет эмбер вас ну слушай он быстрый он очень быстро он летит не забывайте эта весь форма это агонимная он пролетает через горы кто-то здесь должен умереть я не знаю неужели они всех отпустили это чудо это чудо что никто не умирает это реально чудеса какие-то с другой стороны если бы бум и просто в какой-то момент ушли бы у них было окно в секунд 30 они бы рошана бы забирали за 30 секунд с этой формой стабильно и странно что там нет ни птицы не курьера там никакого не висит и как блинита одну потерять на 39 минуте это не страшно а вот рошана лишнего отдать это может быть страшно разобрал кстати алибарду собрал из нее бабочку слышали его гений на больше ничего не придумаешь к сожалению санж придется тут оставлять пока пусть валяется драгонайт влетает пату рошана тут уже никого нет все убежали активировал смоук команды сир пошли пенечки сер хотят хотят кровь хотят месть оракал надо немножко позиции держать муж и вот так вот первым не идти это может плохо закончится мы видим как постоянно пытаются именно его фокусе найти независимо от того что там он не мекку и форстав купил все равно пытаются найти его и с талантом он драгонайт летает драку оракла пытается быстро убить оракла убили выкупайся дружище муж и надо возвращаться в игру помогать своей команде пугна в глиммере прячется на форстафе еще остается пытается немножко побить тени лайфтрейн нажал в итоге пугну принимает два кор героя пытается убить одну пугну успокойтесь ребят вам надо команде своей помочь там параллельно ведь больно начис профиту два героя побежали за одним саппортом два кор героя забавно это было наблюдать и не больно тени есть ультимейт от оракла по тени ну не знаю на самом деле надо будет смотреть как это повлияет на драку морфлинг на перекачке пл слишком сильный фокус кентавр стан микота пытается уйти стики из не так много зарядов рвается и дальше пошел thos to site вверх никота стийке 9 зарядов он хочет как-то дождаться зарядов нажать в ficar ну нет там не хватит никак нет таких вариантов убивает в итоге им морфления buy back у него нет проблем и другая night blacker Блэкинг Бар Телепорт, Блэкинг Бар Телепорт, Блэкинг Бар Телепорт, Блэкинг Бар Телепорт, в итоге Блэкинг Бар Телепорт. Но он улетел грамотно, красавчик. Он, да, хорошо в Рошпитс за это забежал, и хорошо получилось. Ну да, за Рошана драться было не так просто на самом деле бумом, поэтому... Не знаю, а может туда и не стоило просто лезть изначально? Да трудно говорить, они вроде как и... у них был шанс на успех, все могло повернуться по-другому, тут реально все могло пойти иначе. Оркал выкупился, это очень сильно повлияло на драку. Там и тени пережил, потом ворвался, и Морфа этого тоже-то подбил. Драгонайт, ну там уже ем. Хорошо, что есть форма. На форму это, конечно, агоним, но вот эта возможность летать по всей карте без ограничений. Это крутяк. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Посыл бежать. Тени-то с гемом. В итоге справляется. Все хорошо. Хай, я тут пытался на гаре найти. Надежда, что это какой-то был хитрый телепорт, но... Его не было. Морфлинг манки кинг-барда фармит сейчас. Точнее, наверное, в байбэк оставлять не будет. Да, покупает на все деньги. МКБ. Очень тут МКБ нужен. Просто немножко тебе не хватает, чтобы этого Пэла добить. Немножко не хватает на Эмбера. Это все решает. Таймлесс релик. На самом-то деле... На самом деле, что? С мастеру отдать? Если трагонайт возьмет 25-й талант на стан, то и себе можешь взять. Там стан будет вообще на сколько секунд? На 7 или около того. 5-25 и плюс 25 процентов, да, еще? Ну, 6 с чем-то получается. 6-30. Плюс 1-25 получается. Там секунды стана будет к общему. Ну, немало, немало. Даже с учетом большого стат резиста, который... А, стат резиста-то больше нет у Пэла. Он напродавал там всех своих с инжинд яш. Сатаник не купил. Угу. Угу. Да и так стан драгонайт и сейчас неприятен. Кулдаун 6 секунд с квикененчаром. И стан на 3.25. Не, квикененчар-то надо... А, слушай, а он гений. Он перекладывает квикененчар, чтобы форму... Да. Реальный гений. Красавчик. Не, это гений. Это гений. Слушай, ПТБ, наверное, так же надо делать. Четко. Четко. Не, это круто. Это очень круто. Слопатые относительно недавно все стали перекладывать, а не выкладывать ее куда-то в магазин, где она не используется. И ты просто в рюкзаке хранишь. Это работает. Так, атака на морфлинга. Но морфлинга убить не смогли. Выживает морфлинг, контратакует, добивает пугну очень быстро. Проактивирован глобал, драться здесь нельзя. Плохая позиция, пугны нет. И еще и драгонайта, скорее всего, продадут. У нее есть хавэк хаммер, может быть, как-то отспамится, откинется. Нет. Чего, не сделает. Байбэк. Вот драгонайта есть, придется его тратить. Формы не будет в минуту. Это проблема. Большущая проблема. Киты сразу же активированы. Вокупаться придется, мне кажется. Драгонайта, конечно, ждет. Но, мне кажется, нет смысла. Все линии сломают. Ну, а как без форума здесь сражаться? Не ясно. Ну, да. Он будет ждать форуму? Ну, не знаю. Тер мега тогда что-то скажет. Давайте сделаем мега. У нас аэгис. У нас есть 50 секунд. Драгонайта в итоге выкупается. Не знаю, что он ждал. Запустил бы таймер штрафа пораньше бы себе. Тоже верно. Ох, какие качелики. 8 тысяч, потом 3. Сейчас снова 13 тысяч. Уже в пользу CR. Тут минус 2 линии уже. Минус 2 линии. Врывается морфлинг. Фейт Эдикт. Есть морфлинг. Эбисел. Он Эбисел не выжил. Тысяча хп. Это не баш. Это 2 секунды Эбисела. Морф, давай, до свидания. Нет, бая, драгонайта. Это гг. Это гг. Ну что, поздравляю с третьей картой. А у вас коллега? В матче, который ничего не решает. Ну как есть, как есть. Легкий или нет. Ну ладно. Это классика. Это классика дота. Вот просто вот так постоянно, вот сколько я доту комментирую, вот постоянно вот так вот происходит, что типа в матче, который ничего не решает, команда, которая на протяжении всей лиги, турнира, играла вот плохо и ничего не выиграла, а потом начинает выигрывать. Меня это поражает. Хотя этому есть логическое объяснение, если призадуматься. Это еще было во времена, там, я не знаю, Квал на четвертый Интернешнл, когда я помню, или на пятый это было. Короче, по-моему, Power Rangers не выпустили альянс из группы в плей-офф на квалификациях. Тогда были еще смежные квалификации, если ты помнишь, Европа и СНГ. И там были Power Rangers, которые уже вообще физически не могли выйти из группы в плей-офф. И были альянс, которым как раз нужна была вот эта победа против Power Rangers. И Power Rangers просто пошли, ферст-левел Рошана забрали и как бы выиграли. И не пустили альянс. Это было так смешно, конечно. Ну, не-не, наверное, это был пятый все-таки, потому что на четвертом, я помню, альянс были. Короче, так очень часто происходит, так что не удивляемся. Но Лекс уже говорил в начале сегодняшнего стрима, что команде Boom эта победа нужна для того, чтобы получить шанс пройти дальше в плей-офф, там как-то зацепиться. И не только эта победа им нужна, но, в общем-то, и в следующем матче против следующего соперника. Но, как бы, проблему нужно решать по мере их поступления, поэтому сейчас нужно сконцентрироваться на команде Sierra и попытаться их обыграть. Все, уходим на паузу и ждем начала следующей карты.